Таллинн и предприятие «Утилита» заключают соглашение о сотрудничестве с целью создания совместного предприятия сферы центрального теплоснабжения. Почему это соглашение представляется столь важным и что оно даст таллинцам, об этом мы попросили рассказать мэра столицы Михаила Кылворта, который сегодня гость в нашей студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил, в последние годы цены на отопление взлетели до небес, в общем-то и мировые цены нестабильны, и все ищут альтернативу. И, кажется, Таллинн ее нашел. К сожалению, мы постоянно должны помнить о том, что фасильные виды топлива или те виды, использование которых приводит к загрязнению окружающей среды, они конечны. И это означает, что цены будут только расти. Плюс в контексте Эстонии это означает необходимость импортирования, то есть это зависимость. И в последнее время мы все больше говорим о экологичных технологиях, и понятно, что чем больше мы используем фасильные виды топлива, тем больше негативный след остается в нашей природе. Сегодня, закладывая новые возможности, мы понимаем, что это сигнал, что называется, в будущее, для того, чтобы через несколько лет, но не через 10-15, а уже через два года, у Таллина появились новые альтернативные источники энергии. И в данном случае речь идет конкретно о тепловых насосах, которые будут добывать энергию из сточных вод и из морской воды. Можем ли мы говорить здесь еще и об экономии для жителей города? Мы прежде всего говорим об энергетической безопасности, и в том числе с точки зрения финансовой безопасности. Потому что если мы не можем регулировать происходящее на рынке топлива, на энергетическом рынке, это значит, что любой скачок сразу же напрямую будет отражаться на конечном потребителе. И если у нас есть свой возобновляемый источник энергии, а энергия морской воды, энергия источных вод, она возобновляемая энергия, это значит, что мы можем эту цену держать на стабильном уровне. Мы менее зависимы от внешних факторов. И это, конечно, повлияет на цены образования. И на будущую перспективу, чем больше у нас будет объем независимой энергии, тем стабильнее будет цена. На самом деле мы можем говорить об этом еще и в контексте зеленой столицы Европы все-таки. Это, безусловно, очень важный фактор. И он тоже имеет экономическое значение. Потому что все негативные влияния на природу, они в конечном итоге отражаются на бюджете, не говоря уже о том, что это отражается на нашем здоровье, на здоровье наших детей и вообще, в принципе, на будущем. Те источники энергии, которые мы планируем использовать, они, можно сказать, стопроцентно экологичные. Не могу не спросить также и о расходах, потому что будут ли дополнительные расходы для городской казны для создания этого совместного предприятия? Здесь мы должны признать, что если бы не было сотрудничества с частным сектором, в данном случае с компанией «Утилитес», то этот проект невозможно было бы реализовать. Но этот проект невозможно было бы реализовать и для компании «Утилитес» без сотрудничества с городом. И на самом деле этот проект мы обсуждали перед подписанием договора практически два года, для того, чтобы условия для города были бы максимально выгодными. И сейчас договор предполагает, что город не инвестирует в этот проект, что называется, ни одного цента. Мы участвуем своей инфраструктурой и возможностью эти источники энергии использовать для теплообеспечения таллинцев, то есть конечного потребителя. При этом речь идет не только о том, что мы сможем избежать большого объема инвестиций, это примерно 200-300 миллионов, но идет еще речь и о том, что через 7-8 лет мы на самом деле сможем сэкономить еще 200-300 миллионов. Потому что в 2001 году наши теплотрассы решением тогдашнего правительства города было решено отдать в долгосрочную аренду с обязанностью для города их впоследствии выкупать, то есть компенсировать инвестиции. То есть для того, чтобы систему обновлять, нужно 200-300 миллионов, и чтобы эту систему полностью выкупить обратно, нужно еще 200-300 миллионов. То есть в контексте 7-8 лет мы говорим о сумме в полмиллиарда по самым минимальным подсчетам. Реально речь идет о сумме 600 и более миллионов евро. И, конечно, это колоссальные средства, за которые можно будет развивать практически все сферы в городе. Михаил, спасибо вам большое. Успехов. Спасибо. Прошлые годы убедили нас, что зависимость от импортируемого топлива – это большой риск. Тут и грозы нерегулярных поставок и бешеные скачки цен. Поэтому нужны долгосрочные решения по снижению этих рисков. И, как ясно из беседы с нашим гостем Михаилом Кылвартом, серьезный шаг в этом направлении, так и в направлении экологического развития столицы, сделан. Продолжение следует...